здравствуйте в эфире программа вести интервью имя нашего сегодняшнего гостя у всех на слуху это один из самых заметных танцовщиков своего поколения собрал богатейший урожай на наград танцевал на самых известных сценах его обожают партнерши он попробовал себя в драматическом театре в кино и при этом он не очень любит когда его так долго хвалят андрей меркурьев бунтарь от балета солист большого театра хореограф а с недавнего времени главный балетмейстер театр опера и балета в республике коми андрей здравствуйте раз андрей ну у нас чебоксарах вы бывали уже не единожды в качестве гостя нашего балетного фестиваля а теперь вы в новые роли у нас вы постановщик выставить у нас свой авторский балет вот расскажите о нем немного и почему вы все-таки тяготеете к современной хореографии современная хореография почему наверное потому что через современный язык через современные хореографию движение внутренний мир можно рассказать о том что ты сам прошел о жизни о проблемах о переживаниях внутренней состоянии человека и в современной хореографии ты более свободен чем в классическом балете а вот ваш одноактный балет не дай мне уйти о чем он почему вас зацепил именно эта тема почему из небольшого номера вы вырастили балет когда создавался номер для конкурса григоровича в москве не дай мне уйти я опирался также на свою партнершу на диану косареву которого просила что-то создать или нее для конкурса и весь акцент был на нее и после возникла у меня идея все-таки сделать полную форму и вот я счастлив что я могу это сделать вашем театре с вашими артистами и мне нравится их погружение мне нравится что они не доверяют что они верят всему что я говорю и пытаются найти эту форму самовыражение а мне к хореографу и просто и не просто одновременно сейчас раскрыть их по-иному потому что какие-то мои пожелания к ним порой у них вызывают может быть улыбку но потом когда они более глубже погружается в эту историю историю просто человека женщины также я говорю артистам что я не строю для вас конкретику о чем вы сейчас исполняете я даю несколько вариантов какой выберите вы что вы что вы туда внесете и как вы раскроете ту или иную вариацию соло дуэт это уже ваше будет решение я им также говорю по по музыке вы можете попасть на этот акцент а можете попасть на этот акцент я даю им возможность плавать чтобы вы чувствовали свободу свободу в движении мне кажется это их увлекает потому что они чувствуют себя по-иному но я так понимаю вы любитель нестандартного подхода но что касается вас лично вы тоже очень нестандартный персонаж но у нас у зрителей есть канонический образ балетного мальчика то есть это послушный дисциплинированный мальчик который с детства хотел в балет у которого красивая длинная ножка которого мама над ним не надышится у вас все по-другому вы хулиган вы двоечник который до сих пор кажется не выучил таблицу умножения вы сбегали занятий по бальным танцам где вас впервые заметили очень оценили и тем не менее с 10 лет вы занимаетесь балетом то есть вам пришлось из родного сыктывкара уехать учиться в уфу в 10 лет мне вот не очень понятно чтобы он в 10 лет захотел заниматься балетом еще мне интересно после такого сложного старта что такого должно щелкнуть у вас студента третьего курса балетного хореографического училища вы решили ну нет да это мое я тоже также анализировал и маме даже говорил однажды мам как ты могла меня 10 лет отпустить от себя ведь были тоже нелегкие времена и в стране но спустя годы я анализировал и понял что я я бежал на свободу мне кажется с 10 лет 10 лет я бежал от контроля родительского мне хотелось самому решать все что я буду делать самому быть взять на себя ответственность и за себя отвечать скажем так ведь 10 лет мы начали уже сами стирать шить убирать простите за выражение мыть унитаз в училище да и если посмотреть даже мою творческую карьеру в одном театре пять лет здесь четыре здесь год и все время чего-то искал и большой театр это наверное такой первый театр где задержался намного намного хотя и там посещали меня мысли все бросить и начать это заново я понимаю что это хорошо для творческой натуры потому что ты все время учишься чему-то новому ведь можно было перейти из большого театра и попасть тоже учить щелкунчик дом кихот какие-то те же названия да вроде бы кажется но там даже другая уже история там другой язык другая хореография там по-иному относится к движениям осмыслению и тому подобное там иной мир это каждый раз на было перестраиваться но мне это нравилось потому что ты оставлял все что было там туда багаж который ты набрал и начинал новое с одной стороны это хорошо с другой стороны может быть это плохо потому что что ты как бы вот это работал бы в сахтовкаре например 20 лет да я бы там уже был таким достоянием своим да таким вот скажем так ну локальным достоянием но локальным достоянием да и мне видимо этого может быть не хотелось мне хотелось взять все тогда моим кумиром и моим таким скажем так танцовщиком на которой равнялся бы рудольф нуреев конечно я вел только записи и мне нравилась его история что он также вырывался все он добивался много работал может быть эта личность также повлияла на меня я был бунтарь и может быть частично остаюсь им я вспыльчив иногда могу просто высказаться а потом подумал зачем я это сказал попросить прощения и это эмоциональность мне помогала и в профессии добиться ведь профессия очень сложная тебя могли сломать щелчком вот кстати а сломать и щелчком вот знаете глядя на вас сейчас знаю вашу творческую историю довольно сложно поверить в то что вы как бы частенько рассказываете когда вас пригласили в петербург талантливого перспективного но все-таки начинающего артиста вы говорите что вы были не в состоянии даже поднять балерину то есть вы поехали на прославленные сцены в город с такой балетной историей и вот с таким серьезным ну как бы условно говоря творческим недостатком но тем не менее вы как-то фантастически быстро набрали нужную качественную профессиональную форму за счет чего мне повезло что рядом оказались те педагоги которые меня поверили балетмейстер боярчиков михайловского театра тогда назывался малым мусорского мы называли моли год я не знаю что он вам не увидел в мальчике которого не было ни одной мышцы может быть на ноге грубо говоря да который мог сделать два тура воздухе как вы говорите не мог поднять девушку до партер то что на полу крутил вроде бы неплохо и я все на я все набирал это в театре мне повезло что рядом со мной были педагоги и в мариинском театре австрии встретил тех же педагогов которые у меня верили и на пути мне встречались и коллеги которые работали со мной подходили делали мне замечание не никогда это не обижало ко мне мог подойти молодой артист кордебалета солист премьер все мне не не важно было кто могут сказать замечание я воспринимал это не как обиду а как что-то полезное урок и когда мне было очень сложно и когда были моменты когда мне хотелось даже бросить уехать обратно домой поможет поменять профессию я понимаю что она просто перетерпеть когда в театре ты работаешь с этим сталкиваются многие артисты ты вроде бы уверен в себе ты готов рот станцевать до к тебе как тебе кажется какую-то сольную партию и маленькую большую а тебе не дают я всем говорил только себе одно работой доказывай работы и все будет не языком а работой вашей творческой жизни важную роль играли женщины вот допустим с возможности драматического театра вас познакомил дуэт но какой то есть это алла сигалова и чулпан хаматова вместе вы работали в пластическом спектакле бедная лиза что вам классическому танцовщику дала драматическая сцена нужна ли она вам было как оказалось было нужно потому что ты приблизился к зрителю уже не было той оркестровой ямы который нас разделяет то есть мы сидели вот так вот со зрителем работа стала сигаловой не открыла какой-то иной мир я стал больше погружаться по-иному погружаться в работу осмысливать и по-другому муж тогда уже был и возраст какой-то мне уже было за 30 лет скажем тогда я начинал уже набирать какой-то опыт я смотрел уже на другое нежели просто как на только на физические элементы какие-то исполнения до чистоты но уже больше погружался в актерской и она не стала стал становиться все ближе и интересней потому что вот смотришь например молодых уже понимаю что вот им бы вот немножко от этого опыта сейчас ведь мы трагедии нашей профессии в чем балетный когда мы набираемся вот этого опыта нам нужно уходить со сцены форма все да уже 35 38 40 вроде бы тебе кажется ты можешь а уже ты уже нет не можешь что что-то делал там 20 в 30 лет уже тяжело поэтому когда мы смотрим на мастеров и грим как он играет да но он уже может не так прыгнет но как он живет на сцене молодые думают что они все это могут и я также думал что у них впереди еще зачем слушать их стариков нам сейчас попрыгать повертеться но есть ребятки которые реально внимательно относится профессии погружаются и это становится совершенно они быстрее как бы растут что ли в профессии вы очень много говорите о возможностях и преимуществах современного балета но всегда делаете акцент на ценности академической школы и все таки интересно как вот эта свобода творческая сочетается жестким каноном классическим как будто их сбалансировать да конечно в этом нужно заходить золотую середину и классика игру уникально тем что она держит форме да да и современной хореография держит форме потому что на включать абсолютно иные мышцы твои одно дополняет другое и когда я слышу от своих коллег что артисту который закончил балетную школу классическую да ему не нужно не нужна современная хореография нет этого мне нужно а другому нужно и ведь артисты которые студенты которые заканчивают классическую школу мы все закончили классическую школу у нас у всех артист балета написано ведь некоторые реально находится в современной хореография зачем убивать желанию артиста развиваться в иной среде да ведь каждый находит кто-то уходит в характерные танцы кто-то народно-сценические более там чувствовать свободу в чисто в современную уезжают даже за границу и работают чисто в современных труппе где там нет даже намека на классический балет и они становятся звездами там это счастье когда есть выбор но для меня было счастьем соединять все эти форумы ну вот смотрите мы сейчас с вами похвалили классику но даже ваш дебют как хореографа не был классическим вы ведь взялись в постановку не классический балет вы взяли сложную литературную форму очень сложный философский роман александра зиновьева едино голгоф и на его основе сделали балет крик но вам мало сложного было произведение выставили это в одессе 2014 году в сложное время но поставили успешно то есть вы простых путей это вообще не ищите почему именно этот балет судьба всегда мне бросает какой-то вот вызов либо такие моменты которые я должен как сказать помучатся не так чтобы не все так было просто но вы же согласились ставить этот сложный балет почему его а мне предложили мне предложили сделать эту постановку и был момент когда я уже сказал давайте мы перенесем на следующем на следующий год может быть сейчас не будем я боялся во первых это была первая работа и я сделал его таки в таких разных стилях и современные классика и неоклассика там все смешано немножко потому что и музыкальный материал который мне предложили он был такой непростой его нужно было как-то украсить но мне было легко потому что рядом со мной были артисты которые очень хотели этого вы не представляете как они меня поддерживали мы сутками сидели в зале не выходили оттуда потому что было очень мало времени а когда в одессе случилось это вот ужасная трагедия я как раз уехал москву на каникулы на два дня и когда мне нужно было возвращаться 2 мая я сидел в аэропорту в шереметьево и мне все звонили говорили куда ты едешь там кошмар что творится я бы я не могу не полететь меня ждет труппа у нас через 10 дней премьера я не могу их взять вот так вот и сказать что ребят вот такая ситуация я не поеду я должен доделать это до конца и да было страшно было с была сложная ситуация и когда мы выпустили спектакль под названием крик ко мне многие подошли и даже артисты и спрашивали вы поставили потому что случилось вот это эту трагедию поставили пола совпало ягу нет это это стечение обстоятельств так получилось да вообще все мои постановки они какие-то такие немножко непростые скажем так и название крик не дай мне уйти если бы не было тебя плач но работа на нерве она же всегда интересней да знаете еще есть такой парадоксальный момент все мы знаем что мир большого театра и большого балета в принципе это очень жесткая конкурентная среда но судя по вашему инстаграму судя по отзывам ваших коллег вам удалось как-то сохранить с ними очень хорошее отношение то есть как вы выстроили отношения с коллегами так что они ну практически бесплатно и сразу согласились участвовать в вашем проекте признание допустим где они не только танцевали на читали стихи просто говорили о жизни как выстроить отношения в таком сложном творческом мире чтобы в нем было комфортно не только вот интересно и перспективно работать на самом деле это не только большой театр в больших театрах лондон париж нью-йорк санкт-петербург мариинский театр там действительно большие трупы в маленькой трупе очень сложно где два солиста идет борьба какая-то непонятно даже бывает за что конкуренция не конкуренция а больших театр представляете 20 солистов и каждый хочет чего-то взять урвать свой кусок скажем так моя позиция была только одна оставаться таким какой я есть быть более человечным быть от быть открытым хотя и мама мне тоже предупреждала всегда о том что не будь таким открытым иначе тебе когда-нибудь плюнут так в душу что ты потом тебе будет очень тяжело но я не могу по-другому я такой какой я есть быть может эта сторона моего характера хотя характер у меня тоже не такой простой это я может быть произвожу впечатление какого-то ангела сана вот но это было действительно счастье когда проект признание пришло такое количество людей и они поддержали первое признание прошло у нас на сцене театра сад аптекарском огороде где реально артисты согласились участвовать я сказал делайте что хотите кто-то поет тут читает стихотворение кто-то играет на музыкальном инструменте второй проект мы выпустили на сцене новые оперы где было около 40 человек наверно было уже задействовано артистов большого театра и ребята реально безвозмездно пришли поддержать мой проект это конечно дорогого стоит и я не кажется буду благодарен им всю свою жизнь и я счастлив что сегодня уже спустя столько времени когда мы упустили все это они до сих пор некоторые пишут и говорят и не забывай про нас приглашай нас на проект и мы будем у тебя участвовать давай что-нибудь вместе создадим новое это конечно колоссально когда у тебя есть такая команда как людей которые в тебя верят вы уже прошли достаточно сложный серьезный очень богатый творческий путь у вас огромный опыт и наверняка у вас появилось желание и возможность отдавать делиться опытом ездить кого-то учить скажу честно когда я столкнулся с преподаванием с работы артистами и студентами я понял что когда я выхожу из зал у меня появляются крылья я летаю особенно после того когда ты видишь результат и когда результат быстрый я люблю быстрый результат у меня такая позиция сделать быстро и сразу хорошо не все не всегда пугает о том что быстро невозможно а я понимаю что возможно потому что есть как как бы подход определенный к артистам наверное поэтому мне кажется пришло время отдавать а не брать у вас было восемь лет в училище быть 30 лет на сцене ведущих театров вы постановщик вы хореограф вы участник арт-проектов вы не устали нет я наоборот уже соскучился по всему этому особенно момент пандемии и у артиста бывает либо все либо ничего и когда вот у него попаду когда он попадает в ситуацию ничего это конечно трагично и конечно он скучает по тому движению которое было до этого мне конечно хотелось бы делать больше я не могу просить на одном месте вот и все я не могу сидеть и ничего не делая даже если просто сижу я я о чем-то уже мечтаю я уже планирую что-то на года вперед я уже что-то записал отложил у меня уже типа вот таких бумажечек с новыми постановками идеями когда их лизу я не знаю хватит ли мне жизни на это но ведь жизнь наша это движение я вам желаю больше движения больше побед творческого роста и почаще появляться у нас чебоксарах мы вас будем ваш балет очень ждать на нашем фестивале балетном в апреле а зрителям я напомню что современном балете о сложном творческом характере о поиске себя мы говорили с солистом большого театра с хореографом заслуженным артистом россии я все-таки напомню андреем меркуриевым до встречи